Звездного времени суток вам граждане, в эфире 186 выпуск. Сегодня расскажем о новом корабле Скорпиус, о других кораблях, конкурсах от разработчиков и изменениях в дорожной карте. А чтобы не пропустить наши видео, лайкайте, подписывайтесь и жмите колокольчик, все ссылки под видео. По традиции начнем с итогов прошедшей конференции Inside Star Citizen. Руководитель разработки транспорта Джон Крю рассказал о вышедшем на днях новом корабле Скорпиус. Он отметил, что каждая новая разработка корабля под брендом RSI продвигает команду к все более лучшему пониманию, как должна выглядеть вся линейка флота RSI и как это лучше всего отразить в документации по фирменной стилистике. Скорпиус создан для двух пилотов и займет нишу рядом с Супер Хорнтом и Хоррикейном. Арт-директор Пол Джонс рассказал о работе, которую они проделали над силуэтом корабля, расположением компонентов и общей узнаваемостью. Все это нужно для соблюдения фирменного стиля RSI. Понадобилось создать и рассмотреть более 20 концептов, прежде чем они смогли нарисовать корабль таким, как мы его видим сейчас. Подтверждено, что место второго пилота нужно для удаленного управления турелью и что первый пилот не сможет полноценно взять на себя управление всем вооружением одновременно. Ожидается, что Скорпиус станет ключевым кораблем в воздушных сражениях. В спирт-отчете Джаред рассказал о том, что работа над госпиталем уже на финишной прямой, и все выглядит очень красиво. Команда планетарного строительства занимается полировкой инструмента генерации и оптимизации гор. Также были показаны объекты для размещения в колониальных поселениях. Кстати, некоторые из них игрок сможет собрать в свой инвентарь. Размещение этих объектов и общий вид здания поселения показали в 40-секундном ролике. Также была показана посадочная зона на Орисоне в ночное время суток. Вы можете сами оценить качество работы дизайнеров, посмотрев оригинал конференции. Ссылка, как всегда, в описании. А мы напоминаем, что с 22 мая разработчики Star Citizen запустили бесплатный доступ к игре для всех желающих. На протяжении 10 дней у вас будет возможность присоединиться к празднованию внутриигрового праздника Invictus, на котором у вас будет возможность бесплатно взять в аренду корабли, доступные на выставке. Для этого всего лишь необходимо иметь зарегистрированный аккаунт на сайте RSI. Регистрация бесплатная. Ссылку на свой реферальный код мы оставим в описании. В пятницу 21 мая прошло часовое лайв-шоу, посвященное военным кораблям и празднованию Invictus. Джаред спросил, в чем разница между военными и гражданскими судами, на что Джон ответил, что на этот вопрос довольно сложно дать ответ, поскольку есть еще неопределенности в их назначении. В общем, военные корабли созданы для использования исключительно военными, даже несмотря на то, что они могут быть впоследствии проданы гражданским. Также они пока не имеют возможности обсуждать будущие концепты, несмотря на волну вопросов, размещенных сообществом на спектруме. Редкость появления различных кораблей в продаже обусловлена вопросами баланса. Однако в будущем некоторые лимитированные корабли будут продаваться безлимитно, как в ситуации с Полярисом. Джон сообщил, что несмотря на обширный парк военных кораблей, имеющийся на данный момент, он будет расширяться в будущем. Особенно это касается кораблей для противодействия имеющимся. К примеру, у нас есть миноукладчик, и нам понадобится корабль для разминирования. Джон подтвердил, что являясь честью геймдизайна, турели, которые поддерживают Искин Блейд, могут быть подчинены для управления самим пилотом. Это означает, что в таких кораблях, как Супер Хорнет, Хуррикейн и Скорпиус, можно будет использовать оружие в одиночку. Хотя, особо отмечено, что не стоит ожидать этот геймплей в ближайшее время. В планах работа над вариациями Старлайнера. Полярис пока не находится в стадии активной разработки, но его интерьер уже сформирован. При этом он был увеличен, чтобы обеспечить достаточную вместимость для стандартного истребителя, такого как Сейбер в сложенном состоянии. Его можно использовать как эталонную метрику. Если вы видите в Матрице, что работа над кораблем остановлена, это не значит, что она завершена. Она именно приостановлена. В первом эпизоде Сквадрона не будет нужды в наличии Пегаса, поэтому он пока не в разработке. Прыжковая антенна будет добавлена к Араку после запуска системы прыжковых точек. Бен сказал, что доступные для посещения зоны Джавелина отлично показывают, как будет выглядеть интерьер готового капиталшипа. Хотя это не означает, что Джавелин завершен и готов к полетам. Джон отметил, что то, что нужно в качестве игровых астов Сквадрона, таких как нарратив и то, что понадобится игрокам, со всеми компонентами и системами абсолютно разные вещи. Поэтому для постоянной вселенной он еще не готов. Стоит ожидать улучшений в направлении стелс-геймплея после апдейта механики сканирования и подготовки компонентов. Отсутствие кухни на М2 является частью дизайна, однако возможно в нем произойдут некоторые изменения в будущем. Хотя сроки для этого не обозначены. С внедрением физикализации модели повреждений, расчет ДПС будет производиться по совсем другим принципам. Будет произведен ребаланс средних истребителей параллельно с введением систем для новых игровых механик. Дистанция стрельбы танковых пушек будет увеличена. Джон сказал, что бои совсем не будут похожи на Call of Duty, который присуще такое понятие как Time to Kill, так как оно слишком коротко и неприемлемо для ММО. Неизбежной будет необходимость использования дропшипов из-за наличия в них систем жизнеобеспечения. Разработка Кракена пока не находится в активной фазе. Гусеничные траки Вангварда будут функционировать, как у танка, однако это комплексная задача. Терапин изначально планировался для одного пилота, поэтому у него одно спальное место. Модули кораблей будут выпущены после завершения работы над их технической составляющей. Также разработчики проводят балансировку, целью которой является добиться минимального времени боя не меньше двух минут для двух, даже скиллованных пилотов до уничтожения одного из них. Помимо традиционных шоу, разработчики Star Citizen ответили на вопросы сообщества по кораблю Scorpius от внутриигровой компании RSI. Ну что ж, давайте узнаем об этом новом корабле немного больше. Торелью, которая размещена в хвостовой части корабля, сможет удаленно управлять не только второй пилот. В будущем ее можно будет передать под управление эскина при помощи бортового компьютера. Также у пилота будет возможность подчинить управление этой турелью себе, но в этом случае она будет зафиксирована в верхнем положении и ориентирована по фронту. Турель можно использовать только в двух положениях. Во время смены положения она не будет работать, хотя такой переход по рельсе будет выполняться менее чем за 5 секунд. Насколько будет быстрой сама турель и сможет ли она удержать в прицеле легкие истребители, такие как Гладиус, пока неизвестно. В зависимости от позиции турели будет меняться область ведения огня. Данная турель не будет обладать какой-либо уникальностью. Сами же турельные орудия будут стандартные третьего размера, и их можно будет менять, как и любые другие. Корабль в стандартной комплектации оснащен двумя катапультируемыми креслами, которые работают независимо. Корабль не сможет стрелять в режиме посадки, так как его крылья будут сложены. Размеры корабля позволят ему размещаться на посадочных площадках второго размера, в том числе данный корабль сможет поместиться в Полярисе. По дальности полета и стилю ведения боя, Скорпиус ближе всего к Хуррикейну, но медленнее по скоростным качествам из-за большей массы. В рамках работы по ведению Скорпиуса в игру, разработчики повторно оценят скорость и управляемость этого типа корабля, чтобы убедиться, что все они соответствуют желаемым целям, поскольку они заметили некоторые неточности в существующих настройках. У Скорпиуса будет такая же броня, как у Хуррикейна, немного слабее, чем у Супер Хорнета, и гораздо слабее, чем у Венгварда. Также у Скорпиуса не будет жилых отсеков и таких больших топливных баков, как у Венгварда. Скорпиус очень сочетается со всеми этими кораблями, и у них у всех есть свои плюсы и минусы по сравнению друг с другом. Если говорить о ТТХ Скорпиуса, то согласно рекламной брошюре, его длина 24,5 метра, ширина 33 метра, высота 13 метров. Вооружение на турели, 4 орудия третьего размера, лазерные репитеры. Вооружение на крыльях, 4 орудия третьего размера на фиксах, или второй размер на гимбалах, лазерные репитеры. 8 ракет второго размера. Ну что же, каким выйдет по итогу Скорпиус, мы сможем узнать в 2022 году, если верить дорожной карте. Дальше поговорим с вами о конкурсах от разработчиков. CIG в честь проведения Инвиктуса запустили два конкурса, принять участие в которых может любой желающий. Итак, первый конкурс включает в себя демонстрацию навыков пилотирования. Необходимо записать видео вашего полета через опоры Метро Луп. Всего 17 опор. Все это необходимо выполнить на Aegis Avenger Titan, который доступен всем на протяжении бесплатных полетов. Записав видео полета, вам необходимо его выложить на канале YouTube в разрешении не меньше 1920х1080. Ссылку на видео разместите в теме конкурса Spectrum, или в Facebook, или в Twitter в качестве комментария под темой самого конкурса, используя хэштег MTMetroloop2951. За призовые места предусмотрены очень интересные награды. За первое место Trustmaster T16000M FCS Flight Pack, который включает в себя RUS, RUD и педали. Второе место Trustmaster T16000M FCS HATAS, который включает в себя RUS и RUD. За третье место вы получите RUS Trustmaster T16000M FCS Flight Stick. Заявки на участие принимаются до 1 июня 2021 года 23.59 по Тихоокеанскому времени. Следующий конкурс это конкурс скриншотов. Вам необходимо будет сделать 10 кадров, либо с выставочного зала, либо кадры вашего тура по Джавелину, либо кадры военно-космического флота, либо кадры с рекламной одеждой мероприятия, или же комбинация из всего упомянутого ранее. Снимки экрана должны быть сделаны вами в исходном формате и не должны иметь никакой обработки изображений или эффектов, таких как Reshade. Разместить галерею с 10 скриншотов необходимо в теме конкурса Спектрума, или в Фейсбуке, или Инстаграм, использовав хэштег Invictus2951Tour до среды 2 июня 23.59 по Тихоокеанскому времени, чтобы получить шанс выиграть один из таких потрясающих пакетов с доступом в игру. Первое место – игровой пакет Crusader Hercules Starlifter C2 с пожизненной страховкой. Второе место – игровой пакет RSI Constellation Andromeda с пожизненной страховкой. Третье место – игровой пакет Aegis Gladius с пожизненной страховкой. Обязательно знакомьтесь с правилами конкурса перед отправкой. Ссылки оставим в описании в видео. Ну и финалом наших новостей будет дорожная карта и трекер прогресса. Итак, в трекер прогресса добавлены следующие задачи. Служба идентификации – сервис идентификации будет прокси-сервисом, который будет передавать информацию об учетных записях между платформой RSI, Spectrum и игровым клиентом. Искусственный интеллект – необученный бой. Первая итерация для неподготовленных персонажей, например, гражданских, для реагирования в сценариях сражения. Гражданский ИИ сможет использовать оружие для защиты в опасных для него ситуациях, пытаясь спасти свою жизнь. Также он сможет использовать укрытие или сдаться. Искусственный интеллект – планетарная навигация. Первая версия системы, которая позволит NPC перемещаться по поверхностям планет, используя динамически генерируемую навигационную сетку. Это позволит эффективно обрабатывать планетарные ландшафты и объекты, чтобы расставить приоритеты для обработки окружающей среды вокруг игроков в навигационной сетке, что позволит разработчикам использовать все существующие на планетах функции. Расположение клиник по всей вселенной, где игроки смогут лечиться, восстанавливать здоровье, покупать медицинские принадлежности и страховать жизнь. Создание больницы на Гримхексе. Создание интерьера больницы Гримхекса, где игроки смогут лечиться, восстанавливать и покупать медицинские принадлежности и страховать жизнь. Единая очередь входа. Создание общей очереди входа в систему, чтобы предотвратить негативное влияние на серверные службы от массовых волн входа в систему. Анимация кнопок в кабине. Финализация кнопок панели Гладиус с несколькими состояниями и полностью демонстрируемые с помощью процедурной анимации для каждого состояния. Заброшенные космические корабли. Достопримечательности. Достопримечательности, которые будут разбросаны по планетам. Это будут заброшенные космические корабли с определенным типом активности. Например, головоломки, враждебные ИИ и так далее. И некоторой наградой за выполнение указанной активности. Обновление менеджера миссий. Помимо преобразования в строительные блоки, эта функция включает обновленный пользовательский интерфейс для поддержки динамической системы миссий. Также включает возможность для игроков видеть репутационные требования для активации миссии. Миск Хал Ди и Хал И. Создание, внедрение и балансировка тяжеловесных тягачей Миск Хал Ди и Хал И в качестве готового к полету транспортного средства. Внедрение, полировка и оптимизация всех функций, необходимых для доведения Origin 600i и Greycat PTV до золотого стандарта. Лава Тек. Модификация и настройка технологии рек для создания впечатляющих лавовых рек и озер. Улучшение экосистемы. Повышение реализма растений и животных в их аспектах и поведении, чтобы лучше погрузить их в окружающую среду. RSI Scorpius. С RSI Scorpius была снята метка неанонсированный. Теперь нам стало известно, над каким конкретно кораблем будут работать разработчики. Задача Outpost маленький дом была переименована в Outpost усадьба, независимый и незаконный и включает в себя несколько дополнительных модулей, а также несколько вариантов. А вот такие задачи как. Охота за головами версия 2, мультигрид SDF уничтожение капитальных кораблей, осечка и износ оружия снова вернули в трекер прогресса. Что же касается релизной дорожной карты, то в связи с окончанием работ над патчем 3.13, в дорожную карту был добавлен столбец с патчем 3.17. Сам же столбец выглядит скудненько, но с выполнением других задач в него будут добавляться новые. Итак, что из себя представляет на данный момент дорожная карта? В столбец 3.14 добавлены следующие задачи. Конденсаторы для оружия, двигатели и щитов версия 1. Игроки смогут распоряжаться дополнительным запасом энергии, которая предназначена для оружия, двигателей и щитов, принимая важное решение о распределении энергии, чтобы защищаться, атаковать или просто убежать. Планетарные объемные облака версии 1. Первоначальная версия специальной системы для убедительной визуализации многослойных объемных облаков разного масштаба в планетарных атмосферах. Также были добавлены задачи в различных столбцах. В столбец 3.16 добавили MiskHall C, а в 3.17 MiskHall A и RSI Scorpius. Также в 3.17 было добавлено приложение Manager Angara. Разработчики планируют создать приложение в Mobiglass, которое имитирует функциональные возможности терминалов ASOP, позволяя игрокам вызывать корабли, получить страховку и доступ к множеству сервисов для обслуживания своих кораблей. В связи с необходимостью большего времени для разработки были перенесены ряд задач. Так, в 3.15 перенесено личный инвентарь, технология лечения T0, радар FPS и сканирование, взлом техники, NPC-исцеление, медицинский инструмент Cure Life, мультитул Greycat, насадка для лечения. В 3.16 перенесено заряд и разряд энергетического оружия T0 технология. Функции персонажа EVA T2, сальваж T0 технология, Zero-G, тяни и толкай, насадка для сальважа для мультитула от Greycat. Перенесено в 3.17. Лестница T1. Опыт взаимодействия с игроком. Резка T2. Временно удалены. Оружие, наполнение и опустошение магазинов с баллистическим боеприпасом. Функции персонажа, шкафчики и инвентарь, огнетушитель и сама технология для него, осечка и износ оружия, замена модулей транспорта. Перенос устаревших XML файлов техники в Data Core были пересмотрены и временно удалены. Замена технологии системы щитов. Изначально планировалось, что выпуск будет состоять из двух частей, но эта работа была завершена к выпуску Alpha 3.13 в тандеме с эффектами щитов версия 2. Таким образом, данная задача была удалена. Помимо всего этого, разными командами была выполнена 61 задача по Star Citizen. На сегодня всё. Спасибо, что были с нами. А если вы хотите стать частью одного из самых активных и крупных сообществ в Star Citizen, мы вас ждём у себя. Для нас главное – ваше желание и адекватность. Также регистрируйтесь по реферальному коду, размещенному под видео и получайте 5000 внутриигровой валюты. Увидимся во вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok